Доброго времени суток! В эфире Крутящий момент. Программа об автомобилях и всем, что с ними связано. Сегодня в выпуске. Бугатти Широн побил очередной рекорд скорости. Во Франкфурте представили серийный летающий автомобиль. И концепт-кар Ауди автомобиль из будущего. Французский гиперкар Бугатти Широн бьет очередные рекорды. В этот раз автомобилю удалось преодолеть отметку в 400 километров в час за полминуты. Для разгона до внушительной скорости ему понадобилось более 2,5 километров трассы и 32 секунды. Отмечу, что до сотни гиперкар разгоняется за 2,5 секунды, а до 200 за 6,5. Под капотом безумно красивого монстра 8-литровый двигатель на полторы тысячи лошадей. Отмечу, что для того, чтобы остановиться после разгона до 400 километров в час, машине потребовалось 10 секунд, а тормозной путь составил почти 500 метров. Добавлю, что стоит автомобиль в России около 200 миллионов рублей. На эти деньги, например, можно купить более 400 таких автомобилей, как Лада Гранта. И даже не знаю, что лучше, один шикарный Широн или сразу 400 отечественных легковушек. На автовыставке во Франкфурте презентовали летающий автомобиль. Сейчас он проходит серию тестов. Однако, по заявлению создателей, чудо техники обещают запустить в серийное производство уже через три года. Автомобиль трансформируется в летающие транспортные средства за пару минут. При этом, чтобы взлететь, ему необходимо лишь 500 метров дороги. Каких-то технических подробностей об аэромобиле сейчас нет. Однако, уже известна цена 1 миллион 200 тысяч евро. Это около 80 миллионов рублей. Добавлю, что кроме водительских прав, для вождения такого автомобиля необходимо иметь лицензию пилота. И отмечу, что просто так летать по городу вам не дадут. На это помимо лицензии нужна куча бумаг. И даже в случае попадания аэромобиля в Россию не ясно, как разобраться в бюрократических тонкостях. Хотя до серийного производства полуавтомобиля-полусамолета есть еще около трех лет. Может быть, к тому времени что-то и изменится. Audi представила свой беспилотный концепт-кар. У машины, что неудивительно, нет ни руля, ни педалей. Что логично, ведь я уже сказал, что это беспилотник. Вместо фары фонарей у электрокара ряд светодиодов. С помощью них свет можно сфокусировать на каком-то конкретном объекте. Дальнего света у машины нет, но есть габариты для безопасности. Audi Icon оснащен четырьмя электромоторами, по одному на каждое колесо. Их совокупная мощность 350 лошадиных сил. Максимальную скорость производитель не сообщает. Вместо нее указан более важный для беспилотника показатель. Крейсерская скорость 130 километров в час. Но еще раз напомню, что это концепт. Не пойдет ли он когда-нибудь в серию, неизвестно. Но с другой стороны, с каждым годом на свет появляются такие вещи, о которых в детстве мы читали лишь в научно-фантастических книгах. И уже сейчас то будущее из детства среди нас. Та же Тесла уже давно ездит по дорогам России, в том числе и по татарстанским. А это электрокар, напичканный электроникой и с почти полным автопилотом с рядом оговорок. Так что прикоснуться к будущему можно уже в настоящем. Были бы деньги. На этом на сегодня все. Максимального вам крутящего момента и до встречи!